Это вина управляющей компании. Согласен, да? Да. Потому что баки есть, всё есть. Но это уже от культуры, наверное, у людей зависит. То ли сил не хватило, то ли матушка лень одолела. Но мешки с листвой до баков дворники управляющей организации у дома 42 по улице Адмирала Жильцова не донесли. Договор с мусоровывозящей компанией имеется, подчёркивает представитель коммунального хозяйства и благоустройства. Сегодня Госантехнозор изучает состояние контейнерных площадок. Объявление надо отмывать. Среди требований к содержанию контейнерных площадок наличие графика с информацией о вывозе мусора. В ККХБ подчёркивают, что уже долгое время неизвестные срывают таблички. Ещё одно условие – наличие уклона у контейнерной площадки. Во дворе Подзержинского его нет. Причина, на мой взгляд, это проведение работ по укладке асфальта на внутридворовом проезде. Положить асфальт на контейнерной площадке кто-то забыл. Поэтому уклон потерян. За ненадлежащее содержание контейнерных площадок предупреждение не выносится. Штраф выписывается сразу и безоговорочно. А это от 50 до 150 тысяч рублей. Сегодня Госантехнадзор отмечает удовлетворительное состояние площадок, хотя недочёты имеются. На двух площадках ограждение деформировано. Это вследствие, ну, наверное, мусорозящая машина просто задевает ограждение. В комбинате коммунального хозяйства и благоустройства отмечают, что мусор с площадок вывозится раз или два в день. У нас есть специальная группа реагирования. Она, кстати, также была создана по поручению главы. У нас есть отдельная бригада. Всего комбинат коммунального хозяйства и благоустройства обслуживает 44 свои площадки и 11 принадлежащих ТСЖ.